Привет, с вами Джамбу Макс и сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, почему от Xbox нету никаких ответов на проекты от Sony и почему сама консоль Xbox для Майка в будущем может стать чисто для галочки. Чтобы вы понимали, это видео не оправдание Майков насчет того, что у них мало ААА-проектов и что у них нету, к примеру, такой же игры, как Бога Войны, нету эксклюзивного супергероя в противовесе Спайдермену и так далее. Чтобы вы понимали, мне тоже это все не нравится, но это видео является неким объяснением стратегии Xbox, которая как бы странно не звучала и не собирается отвечать Sony и делать нечто подобное, поскольку у Майков планы намного масштабнее. И да, ролик лучше смотрите до конца, поскольку он содержит много интересных подробностей, включая слухи о новой портативке от Microsoft. После этого видео, может быть, кто-то разочаруется в стратегии, не знаю, ну а кто-то больше ее полюбит. Но в любом случае, все, кто смотрит, получше поймут то, на что ориентирован бренд Xbox. В общем, перед началом видеоролика не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и перед началом видеоролика хочу вам порекомендовать образовательную платформу Skillbox. Ну а если быть конкретнее, курс профессии 3D Generalist. Если вы когда-нибудь хотели связать свою карьеру с миром 3D, то этот курс вам подойдет. В нем вы научитесь создавать объекты и окружение, настраивать текстуры и цвет, анимируйте и внедрять модели в 3D сцену. И после всего сможете претендовать на работу в рекламе, играх или даже в кино. Структура обучения крайне проста. Изучайте тему, выполняйте задания, работайте с наставником и защищайте итоговую работу по окончании обучения. Если что, срок обучения займет у вас 2 года, но удобство тут в том, что заниматься можно тогда, когда вам будет удобно, поскольку уроки проходят онлайн, и вам совершенно не обязательно вставать в 6 часов утра, чтобы не опоздать на пары. Участвуя в курсе, вы сможете бесплатно присоединиться к комьюнити Gamebox, где студенты реализовали уже более 10 игр на маркетплейсах и совместно с командой сможете выполнять задания от реальных игровых студий, получая деньги за свою работу, находясь еще на этапе обучения, тем самым получая не сухую теорию, а реальный опыт. Кураторы практики есть 100 из крупных компаний, которые работали над World of Tanks, War Thunder и Fortnite. На протяжении всего обучения вас ждут 10 курсов с разным уровнем сложности, знания которых можно превратить к году работы. И чтобы вы понимали, насколько это востребовано, то зарплата начинающего специалиста составляет 80 тысяч рублей. И обучение должно полностью окупиться уже спустя 3 месяца работы миддл-специалистом, и скиллбокс гарантирует трудоустройство. При этом первый платеж лишь после 6 месяцев обучения. Поэтому, если у вас есть желание и время на то, чтобы стать специалистом в мире 3D, то переходи по ссылке в описании, где ты можешь найти более подробную информацию об этом курсе, а по промокоду JumboMax ты получишь еще и скидку в 50%. Начну, пожалуй, с того, что в последнее время, особенно после летних трансляций, после анонса даты Good of War, которая, кстати, выйдет 9 ноября этого года, у пользователей стал часто возникать вопрос по поводу игры Xbox. Мол, где они, почему AAA-проектов так мало, почему нет никакой ответки, к примеру, тому же богу войны. И, признаться, от майков мы действительно давно не видели какого-то сногсшибательного или же легендарного проекта. Извините, конечно, но песочница Хейла не в счет. Один из ближайших таких масштабных проектов станет Starfield, но потому, что нам показали, есть сомнение, что проект выйдет таким, каким себе представляют игроки, поскольку, если ознакомиться с подробностями, вы уже должны понять, что, ну вот, что-то не так вот. Да и каким-то Next Gen, если честно, пахнет слабовато. Если же в этом случае смотреть на Sony, то, по крайней мере, за весь промежуток жизни Next Gen консоли, у них вышел Ratchet, спин-офф про Паука, ремейк Demon's Souls, Horizon, Gran Turismo, Returnal. Скорее всего, выйдет бог войны в этом году. И если смотреть правде в глаза, майки в плане игр за весь этот срок были скромны в этом плане. С года 2020-го все надеялись, что будет прерывной 2021 год, потом ставки были на 2022-е, ну а теперь ставки на 2023-е. И в целом они не торопятся, чтобы как-то ответить на это все. И если вы наблюдаете за консольным рынком уже давно, вы, наверное, уже должны были словить недопонимание от Microsoft, поскольку, как это так? Sony, к примеру, продолжает как-то вас байтить на покупку именно их консоли, там за счет виртуальной реальности, новых технологий в геймпаде и их проектов, а Microsoft нет. Как мы рассматривали в прошлом видосе, самой главной причиной взять Xbox, пожалуй, является его доступность и удобность использования. Взял консоль и не паришься о каких-либо проблемах с играми, плюс всегда оформляешь подписочку Game Pass, и у тебя всегда найдется во что поиграть. Просто если взять конкретно устройство Xbox, именно консоль, физическую консоль, для многих будет предпочтительнее взять связку ПК плюс Плойка, ибо Плойка все-таки обеспечивает доступ к новым экзам, но ПК к играм Xbox и имеет больше функционал, поскольку на нем можно еще и работать. Ну а также запускать игры в более высоком качестве. Одними из факторов покупки консоли должны, наверное, являются еще и эксклюзивные франшизы, но опять же, признаться, Xbox в последнее время это ставит не особо в приоритет, ибо не торопится с их выходом. И даже как-то не пытается сопоставить рост мощей консоли с ростом качества видеоигр, ну по крайней мере визуального. Плюс опять же, они как бы есть на ПК, и Xbox в глобальном плане, наверное, чисто для удобства. Почему так происходит? Ну, во-первых, потому что у Майков и у Sony совершенно две разные стратегии. Если же Sony пытается приманить вас к себе и удержать только у себя, там за счет эксклюзивов PlayStation, это, кстати, весомый байт, то у Microsoft видение на игровой рынок намного шире, и тем самым они пытаются выйти везде, где только можно, и даже, я бы сказал, пытаются выйти за пределы своей консоли. Опять же, со времен Xbox 360 и начала поколения Xbox One можно было увидеть, что плойка Xbox действительно как-то бодались экзами, геймпадами, какими-то технологиями по типу Kinect, то сейчас же Sony это делать продолжает, но Майки нет. И как бы удивительно и глупо не звучало в году 2020, теперь я понимаю смысл о том, о чем говорил Фил Спенсер. А он, кстати, в свое время заявлял, что не намерен устраивать соревнования с Sony и Nintendo. Им все равно, сколько продается Xbox. После недавних событий мне вспомнилась эта фраза, и я сопоставил всем, что сейчас происходит, и понял, что команда Xbox действительно придержится именно этой стратегии. Вы, наверное, уже слышали байку о том, что компании получают не так много конкретно с продажи консоли, и даже были слухи, что они продают себе их в убыток, поскольку больше денежный приток им все-таки дает продажи с интернета ресурсов, да, ну там игры, подписки. И учитывая, что подписка Xbox Game Pass это самое приоритетное, что есть у Майков, понятное дело, что они сейчас пытаются продать совсем не консоль, а как раз-таки именно подписку. Можно сказать, что как бы игры должны быть двигателем продажи этой подписки, да, так оно и есть, но Майкам проще пытаться угодить всем и работать на массу, нежели пытаться сделать что-то мега качественное. Если что, никто не говорит, что эти проекты исчезнут, что там, например, не выйдет какая-нибудь новая качественная часть гирзы, новые форзы, хейлы и так далее. Нет, они будут, но они будут выходить не так часто, поскольку им это просто не горит. К тому же, за счет стратегии подписки Xbox Game Pass, которая нам позволяет получать, по сути, халяв на все игры, выпущенные под крылом Microsoft, им не особо выгодно делать их для привлечения. Я бы даже сказал, что они их делают, наверное, больше для удержания. И очевидно, выпустить игру уровня Бога Войны, это намного дороже, нежели приобрести в подписку заведомо не супер-мега-проект. К примеру, как Black for Blood. И именно поэтому чаще всего в подписку попадают игры, которые были финансово нерезультативны, ибо они, вероятно, дешевле в добавлении подписку. Можно спросить, ну вот если они добавляют такие игры себе в подписку, то как они там стимулируют себе продажи, если игра там не очень? Дело в том, что в эти игры все равно кто-то хочет поиграть или попробовать. И приобретая подписку, даже, к примеру, ради одной игры, у вас все равно имеется большой список игр, в котором можно что-нибудь поиграть. Это, знаете, условно подписка, это некий лутбокс, в котором каждый месяц ты получаешь какую-нибудь там игру, и к тому же ожидаешь игры, которые фиг знает, когда выйдут. Ведь все равно сейчас дешевле взять какую-то общую подписку с кучей игры, нежели точно выбирать в то, что тебе хочется поиграть. И майки, мне кажется, с этой стратегией реально выиграют, поскольку, как сказал один из парней на стриме, если майки за все анонсы или презентации показали хоть одну игру, которая вам понравилась в подписке, значит они делают все правильно. И исходя из того, что майки не особо горят конкурировать с Sony напрямую, есть вероятность, что в какой-то момент Xbox как консоль может перестать существовать вовсе или будет чисто для галочки. Такая мысль у меня появилась опять же из-за сегодняшней стратегии, и наверное из-за того, что в новом поколении они Xbox особо не улучшали, кроме как железо. Ну а также на эту мысль меня сподвигли как раз-таки слухи про портативную консоль. Да, в сети есть что, появляется все больше подробностей про новую портативку, но по словам инсайдеров, данная портативка будет не аналогом PlayStation Vita или там Nintendo Switch, а будет неким устройством, которое будет запускать игры из подписки при помощи облака. Честно говоря, для меня эта идея так себя, поскольку на это способен любой смартфон или планшет, и вряд ли данная тема у нас в России вообще будет. Но майки, скорее всего, будут стоять на мега-бюджетность данного устройства. Исходя из описания, данная портативка будет представлять собой некий экран, скорее всего со значком Xbox, который будет больше экрана, чем на смартфоне, и к портативке можно будет подключать различные устройства, и не исключено, что даже какие-то специальные геймпады. Для чего это им нужно, и в чем вообще смысл тогда этой портативки? Мне кажется, для того же самого, для продажи подписки. Поскольку таким самым, они просто себе немного расширят сегмент людей, которые могут себе приобрести эту подписку. Я лично думаю, что данную портативку они могут сделать как раз-таки для детей, условно, чтобы не покупать им какой-то дорогущий смартфон, а вы можете купить им экранчик условно за 60 баксов с приложением Xbox, и пусть они там себе играют. И после слухов о портативке, о том, что Xbox, кроме как подписки, не будет в будущем каких-то супер-мега улучшений, ну по типу там виртуальной реальности, еще чего-нибудь, И из-за того, что в последнее время все больше людей задают вопрос, а зачем мне тогда брать Xbox, если я могу собрать себе компы и получить ту же подписку, и игры, у меня закрадывается сомнение, что когда майки дадут дожелаемого количества подписки, геймпад, которые будут заносить просто бесконечный приток огромных денежных средств, то майки именно физическую консоль Xbox могут попросту отпустить, или даже делать чисто для галочки, ну как ту же портативку. Да, по сути новый Xbox выйдет, потому что были слухи, но скорее всего он ничем примечательным не будет, кроме как мощности. Условно, это будет некое продолжение того же Xbox Series, ибо он всех устраивает. Единственное, что этому всему может помешать, так это нежелание пользователя покупать или продлевать себе подписку. Да, такие люди есть, и насколько мне известно, рост подписки Xbox Game Pass идет не такими большими темпами, и даже Sony пытается уже нарезать свою подписку. Поэтому все те, кто мечтает от майков видеть некую борьбу за продажу консолей и некие ответы на проекты Sony, то этого ждать лучше не стоит. Несмотря на то, что это по сути два одинаковых направления, компания мыслит совершенно по-разному. Если одна хочет выжить и приманить к себе больше игроков именно к себе, то вторая пытается заработать больше за счет массовости своих сервисов и за счет их доступности. И в конечном итоге Xbox, мне кажется, укрепится не как консоль, а как просто облачный бренд. Ибо когда облако будет черчур стабильным, то надобность в стационарных устройствах, мне кажется, попросту пропадет. И в итоге у нас получится, что майки будут получать денег отовсюду, где есть подписка Game Pass. Они к этому, в принципе, всегда стремились и стремятся до сих пор. И при условии, что подписка будет и на телефонах, и на ПК, и на телевизорах, и она будет доступна практически каждому пользователю на земле, они с этого выиграют намного больше, чем Sony. И тут, знаете, борьба идет не на репутацию, не на какое-то там творчество, что там у меня круче игры или у тебя круче игры, а просто на деньги. Ибо цель каждой игровой платформы, каждой компании, это извлечение прибыли, и в целом Microsoft с этим, я думаю, очень хорошо справляется. Поэтому как-то так, обязательно пишите свои мысли на этот счет, что вы думаете об этом. Если видос понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok